Как определить и изменить категорию земли? Пошаговая инструкция в этом выпуске. И прежде чем начать строительство или развернуть бизнес на своем земельном участке, важно знать, к какой категории земли он относится. Например, если использовать его не по назначению, возможны различные санкции, вплоть до сноса вашего строения. О том, что такое категория земли и можно ли ее изменить, расскажу я, юрист-эксперт в недвижимости Евгений Корсакин. Коротко о том, что разберем в этом видеовыпуске. Категория земли. Что это значит? Целевое назначение и категория земель. В чем разница? Виды категории земель. Как можно и как нельзя их использовать? Как определить категорию земли? Что означает формулировка «категория земель не установлена?» Расскажу подробно, как перевести одну категорию земель в другую, когда и в каких случаях требуются экспертизы, стоимость перевода земли в другую категорию, когда могут отказать в смене категории земли, какие ограничения в переводе земли из одной категории в другую, различия в правилах перевода земель в разных регионах. Готовы? Тогда поехали! Категория земли. Что это значит и как формируются категории? Категория участка означает, что есть конкретная цель его использования. Эта земля предназначена для сельского хозяйства, этот участок для промышленности или просто лесная земля и так далее. Категория, к которой отнесен участок, зависит от его природного, социального и экономического потенциала. Использовать землю можно только в рамках установленной категории. Иначе нарушителя могут оштрафовать, а иногда и лишить участка без выплаты компенсации. Чем отличается целевое использование от назначения? Чем отличается целевое назначение от категории земель? Между терминами целевое назначение участка и категории земли разницы нет. Однако отличаются понятия категории земли и вид разрешенного использования. Второе – это разновидность первого. То есть в одной категории земли выделяются различные виды разрешенного использования. Например, в категории земли населенных пунктов могут быть различные виды использования. Под жилую, под общественную застройку и так далее. В России земли делятся на 7 категорий и все со своими особенностями. Земли сельскохозяйственного назначения. Такие участки выделяют, соответственно, для сельского хозяйства. Например, выращивание сельхозкультур, разведение животных. На них разрешены разные виды хозяйственной деятельности. Скажем, распашка, обработка почвы, возведение хозпостроек и теплиц. Такие земли нельзя застраивать объектами, которые не касаются аграрного сектора. Например, жилыми домами, магазинами или заводами. Запрещается порча и загрязнение плодородного слоя почв. Например, сброс промышленных отходов. Или неконтролируемое внесение удобрений. Следующая категория земли населенных пунктов. Это территории каких-либо поселений, городов, сел и так далее. Здесь разрешено жилищное строительство, размещение производственных зданий. Но использование земли должно соответствовать градостроительному регламенту, который устанавливают местные власти. Могут быть, например, введены требования по максимальному количеству этажей в зданиях, по плотности застройки, минимальной доле озеленения территорий, мест на автостоянках и так далее. Земли промышленного и иного социального назначения. Промышленные и другие специальные земли нужны для размещения промышленных, энергетических, транспортных и военных объектов. Здесь можно создавать заводы, строить дороги, аэродромы, шахты и так далее. Запрещены другие виды деятельности, которые не связаны с промышленностью, энергетикой и транспортом. Например, здесь нельзя строить жилые дома, кафе, рестораны, больницы и иные социальные объекты. Особо охраняемые территории. Это участки, которые ценятся из-за уникальной местной природы, их исторического значения, оздоровительного, культурного и так далее. К ним относятся заповедники, например, Алтайский или Баргузинский, национальные парки, скажем, Лосиный остров или Куршская коса, памятники природы, например, Ленские столбы в Якутии. Здесь разрешены научные исследования, туризм, но в установленных зонах, лесовосстановительные работы. Строго запрещена деятельность, наносящая какой-либо вред этим территориям, например, вырубка лесов, охота, строительство жилья, кафе и ресторанов. Есть исключения. Разрешается создавать объекты, которые необходимы для обеспечения заповедного режима. Например, для работы сотрудников, склады и гаражи для технического обслуживания, оборудования и лаборатории. Далее. Земли лесного фонда. Это территории для ведения лесного хозяйства и лесопользования. Здесь можно заготавливать древесину, собирать ягоды, грибы, орехи и так далее. Запрещена любая деятельность, которая может причинить вред лесам. Например, вырубка деревьев без разрешения, устройство мусорных свалок. Нельзя предоставлять эти земли для ведения садоводства. Земли водного фонда. В земли водного фонда включены акватории водных объектов и их береговые полосы. Разрешено использование этих территорий для нужд водного хозяйства. Здесь можно рыбачить, набирать воду для питья, производство, полива и так далее. Запрещено наносить вред водным объектам, например, сбрасывать неочищенные источные воды, захламлять берега, также под запретом действия, нарушающие права водопользователей. Например, нельзя перекрывать доступ к водоему. Земли запаса. К землям запаса причисляются территории, не отнесенные к остальным категориям. Разрешено ограниченное использование такого участка для сельхозпроизводства или, например, охотничьего хозяйства. Они переводятся в другие категории после межевания участков и уточнения потенциала территории. Кто давно на меня подписан, знает, что я как юрист решаю разные вопросы, связанные с недвижимостью. Участвую в судах, сопровождаю сделки, провожу юридические проверки. Как земли, так и других видов недвижимости. И специально для вас, уважаемые подписчики, по многочисленным просьбам, я подготовил 19 сервисов проверки недвижимости, которые и стоит использовать. Они точно вам помогут или уберегут от недобросовестных продавцов или попросту мошенников с недвижимостью, а возможно и от сноса только что построенного загородного дома. У меня были такие случаи с клиентами. В общем, вы все сделаете самостоятельно, сэкономите кучу денег на услугах риэлторов или юристов. И, будучи подготовленными проверками, выйдите на сделку квартиры или участка мечты. Для этого переходите в мой телеграм по ссылке в описании к ролику и пишите слово «Сделка». И забирайте 19 доступных сервисов проверки недвижимости, которые стоит использовать. Идем далее. Как определить категорию земли? Если участок поставлен на кадастровый учет, его категория зафиксирована в ЕГРН, то, чтобы получить эти сведения, запросите в МФЦ, через сайт Ростреестра или через госуслуги, выписку ЕГРН. Если категория земельного участка там не указана, то ее нужно определить. Для этого нужно. Первое. Обратиться в Ростреестер с заявлением об определении категории вашего участка. Там должны проверить документы и дать официальный ответ. Второе. Воспользоваться услугами кадастрового инженера, который впервые установит категорию при межевании участка. Третье. Изучить генеральный план застройки муниципалитета, в котором расположен участок. Здесь вы, скорее всего, найдете данные о территориальных зонах с существующими категориями земель. Категория многих участков определяется довольно четко, с опорой на здравый смысл. Территория жилой застройки относится к категории населенных пунктов, вдоль транспортных магистралей и под производственными объектами к категории промышленности. Что означает формулировка «категория земель не установлена?» Возможно, что сведений о назначении земли нет нигде, а в документах указано «категория земель не установлена». Но без установленной категории невозможно понять, что можно или нельзя делать на этом земельном участке. А это значит, без определения категории участка вам не дадут разрешение на строительство того или иного объекта. Без четко определенного статуса участок находится вне правового поля. Получается, что земельный участок, категория которого не установлена, не может быть полноценно использован. Поэтому так важно определить категорию участка. Для этого советую обратиться в Росреестр. Идем дальше. Как перевести землю из одной категории в другую? Иногда категории земли не подходят под ваши планы. Скажем, вместо разведения коров на сельхозземлях вы хотите построить дом. В этом случае категорию земли можно попытаться изменить. Рассказываю, как это сделать пошагово. Первое. Готовим документы. Прежде всего необходимо собрать пакет документов. Как правило, это заявление о переводе земель в другую категорию, кадастровый паспорт участка, документы, доказывающие, что участок принадлежит вам, и схема планируемого использования. Также понадобится расписать обоснование перевода. Текст обоснования обычно включает в себя цель перевода, желаемые категории и планы на фактическое использование, а также пояснение в свободной форме, почему вы настаиваете, что землю необходимо перевести в другую категорию. Можно написать о несовместимости целевого назначения нынешней категории земли и планируемого использования. Второе. Подаем документы. Подготовленный пакет документов нужно подать в местную администрацию или МФЦ. В некоторых регионах подать документы можно и через портал госуслуги. Например, такая возможность есть в Московской области. Ждем решения. Сроки и возможные результаты. Уполномоченные органы рассматривают документы. Проводятся необходимые согласования и экспертизы. Оценка соответствия переводу законодательству. За проверки обычно платить ничего не нужно. Исключениями могут стать специализированные экспертизы, например, экологическая. В результате выносится решение о переводе земель, либо отказе в этом. Решение о переводе оформляется как постановление, распоряжение или другой документ. В случае отказа вы, как заявитель, получаете мотивированное решение. Ждать придется в течение двух или трех месяцев, в зависимости от сложности ситуации. Решение должны направить заявителю в течение 14 дней после принятия решения. При желании вы его можете обжаловать в суде. Проверяем внесение изменений в ЕГРН. Если перевод земель одобрен, то сведения о новой категории появятся автоматически в ЕГРН. Это завершающий этап, после которого категория участка считается измененной. Движемся дальше. Когда же проводятся экспертизы? Состав необходимых в конкретном случае экспертиз определяется органом власти. Федеральным, региональным или местным. В зависимости от того, чей участок. Экологическая экспертиза проводится в нескольких случаях. Например, при переводе особо охранениями природных территорий в другие категории земли, для оценки возможного ущерба окружающей среде. Также при переводе сельхозугодий высокого качества, чтобы минимизировать потери для сельхозхозяйства. Помимо этого, экспертиза проводится при переводе земель лесного фонда для предотвращения негативных экологических последствий, так как леса выполняют важные средообразующие функции. Например, среди других экспертиз. Государственная историко-культурная проводится в случае перевода земель, на которых есть объекты культурного наследия. Оценка качества сельскохозяйственных угодий. Обязательно при переводе особо ценных земель в другие категории. Землеустроительная нужна для уточнения границ участка. Кадастровая экспертиза нужна для установления характеристик земельного участка. Нужно ли платить за процедуру перевода? За подачу заявления о переводе земли одной категории в другую платить не нужно. Однако могут понадобиться дополнительные расходы на проверку участка специальными службами. Например, средний ценник за час консультации с кадастровым инженером – около 2000 рублей. А заказ услуги смены категории земельного участка под ключ у специализированных компаний оценивается в среднем 15 тысяч рублей за полное ведение процесса. Возникают случаи, когда могут отказать в смене категории земли. Отказать в переводе могут в нескольких случаях. Например, если планы на участок противоречат законодательству и региональным планам развития. Если прогнозируются отрицательные экологические последствия от перевода. Например, если предлагается построить крупный завод посреди города, вы, вероятно, скорее всего, тоже получите отказ. Не стоит забывать и про формальную сторону вопроса. Отсутствие или неполнота представленных документов также является основанием для отказа в переводе. Давайте разберем, какие могут возникать ограничения по переводу земель из одной категории в другую. Например, есть ограничения по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Скажем, для размещения коттажного поселка или одного частного дома. Это связано с тем, что такие земли считаются особо охраняемыми государством. По закону перевести сельхоз земли в другую категорию можно только в исключительных случаях, которые оговорены в законе. Среди исключений, например, консервация земель, размещение социальных, медицинских объектов. Если, конечно, нет других вариантов, где их построить и так далее. И вряд ли разрешат перевести сельхоз участок в земли под застройку, если, допустим, плодородие местных почв выше, чем в среднем по району. Похожие ограничения есть и в переводе земель лесного фонда. Более того, их перевод потребует проведения экологической экспертизы и компенсации ущерба лесному хозяйству. Также сильно ограничен и перевод земли особо охраняемых территорий. Это необходимо для сохранения уникальных природных комплексов. Другие категории земель в целом переводить проще, чем сельхоз земли, если нет конфликта интересов и четко обоснованная необходимость такого перевода. Например, относительно легко можно перевести земли населенных пунктов в категорию земель промышленности в случае строительства предприятия или землелесного фонда в категорию особо охраняемых природных территорий, например, с целью сохранить леса. Участки категории запаса перевести в другую категорию можно только после формирования участка. Это включает проведение межевания и постановка на кадастровый учет. Возможность поставить дом на сельхоз землях все же есть, но нужно в налоговое оформить фермерское хозяйство. Тогда на сельхоз земле можно будет построить жилой дом для фермера. Однако у его хозяина будут и обязательства. Нужно, собственно, ввести фермерское хозяйство, не допускать простоя и зарастания земли, отчитываться от своей деятельности, платить налоги и так далее. А существуют ли различия в переводе земель в разных регионах нашей Родины? Да, существует. Для примера рассмотрим Москву и Ростовскую область. Например, в Москве действует городской закон, который дополняет и конкретизирует нормы земельного кодекса. И перевести сельхоз земли в другие категории можно только в исключительных случаях. Перевод земель в границах особо охраняемых территорий в Москве запрещен. А вот, например, в Ростовской области действует общий порядок перевода таких земель, который установлен земельным кодексом. Для земель сельхоз назначения также предусмотрены ограничения по переводу, но они менее жесткие, чем в Москве. И здесь уже, например, перевод земель в границах особо охраняемых территорий возможен, но требует проведения экологической экспертизы. Благодарю каждого из вас, кто досмотрел этот выпуск до конца. Буду рад лайку и подписке. По вопросам сопровождения сделок, юридических проверок, участия в судах, пишите мне в Telegram и WhatsApp. Ссылки на них я оставил в описании к ролику. Самое главное, берегите себя и свою недвижимость. До новых встреч!